В 74-й школе Гомеля задержали преступников. Вооруженное нападение удалось предотвратить. Звучит тревожно, но беспокоиться повода нет. Это всего лишь учебная тревога. Сотрудники департамента охраны показали мастер-класс, что произойдет, если в школу нагрянут непрошенные гости. Отработали несколько примеров. Варианты с сообщением о минировании, передача посылки со взрывоопасным сюрпризом. Мне принял, мне не хотят передать посылку. Что у вас? Покажите. Указываю. Сейчас я подожду. Куда вы пошли? Это что? Что у нас за минированное? Все эти экстрессы в жизни уже имели место быть, а значит могут и повториться. Не допустить их – вот задача белорусских спецслужб. С этой целью и решили организовать этот учебно-методический сбор. На встречу с сотрудниками департамента охраны прибыли представители учебных учреждений со всей области. Беломышленники довольно изобретательны. Например, были случаи, когда взрывные устройства прятали даже в учебниках. Так что предупрежден – значит вооружен. Специалисты обсудили массу вариантов, как действовать в нестандартной ситуации. Департаментом охраны объявлен год безопасности и защищенности. Год государства – это год качества. Безопасность детей – это основная наша работа и задача. Все начинается с прихода в школу. Как видите, это турникеты. Это представитель департамента охраны, который встречает детей. Это представитель учреждения образования, также который встречает детей. В случае, если приходы родителей, либо посетителей, все проходит через работника подразделения департамента охраны. Начинается с вопроса цели вашего визита. И в дальнейшем уже все остальные подтвержденные действия. Здесь нарисована схема блокировки объекта. Устанавливаются извещатели объемные, которые реагируют на движение. Также все двери и окна блокируются извещателями на открытие. В случае проникновения, либо открытия двери, отдел охраны через прибор приступает сигнал. И в течение кратчайшего времени туда выбывает группа задержания для предотвращения правонарушения и задержания преступника. От момента вызова до задержания проходит всего до 7 минут. Время, за которое специалисты успевают прибыть на место происшествия и применить нужный алгоритм действий. Но безопасность все же проект совместный. Как поступить в той или иной ситуации, учителя вместе со школьниками отрабатывают на местах. Объясняют, есть случаи, когда нужна эвакуация, а есть и другой маневр, когда лучше закрыть все кабинеты изнутри на ключ и оставаться на местах. Молодые мамы Анастасия и Анна за своих первоклассник спокойные знают, пока они в школе, ничего не случится. Никто посторонний не войдет в школу, потому что все сугубо по чипам. Дети приходят с утра, сами чип прикладывают, сами заходят. И они не выйдут сами, то есть постоянно смотрят, чтобы дети самостоятельно не уходили. Это Алексей, ему 7 лет, да, немножко шустрый, конечно же, бегает. Ну, не переживаю абсолютно, потому что, ну, мне кажется, в школе здесь совсем все безопасно. Кроме сотрудников охраны, за порядком следит и местный вахтер. Система наблюдения, говорит, еще ни разу не подводила. На мониторе мы просматриваем входную зону, первый, второй, третий этаж, галерею. У нас вот есть кнопочка, которой мы открываем двери. Если дети идут по чипам, они открывают сами, без чипов, без этой кнопочки, нам никто не попадет. Также вся школа оборудована электронными замками. Школ таких, как наша, в области много, не только в области, конечно же, в республике. На сегодняшний день у нас находится, имеется в наличии 136 камер видеонаблюдения. Это 35 камер наружного наблюдения, 101 камера внутреннего наблюдения, которые позволяют разобрать те или иные нештатные ситуации, которые проходят во время учебного процесса. Учебные заведения сегодня оборудованы несколькими системами безопасности. Устанавливаются и ручные системы тревожной сигнализации, и физическая охрана. Под особой охраной, как правило, самые крупные учебные объекты. В 74-й школе, к примеру, сейчас учатся более 1600 школьников. Понятное дело, без современных технологий держать все под контролем было бы непросто. Благо, сегодня охрана учреждения образования организована по последнему слову техники. Ирина Драбушевская, Василий Осипцов. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова